Всякое дело в мире творится, про всякое в сказке говорится. Как-то в ноябре 2002 года пришлось мне по работе каждый день ездить за город. Место, в которое мы выезжали, а ездил я с напарником, было как раз практически на прямой траектории всего нашего пути. Я из квартиры до гаража на маршрутке, а дальше уже с подъехавшим к назначенному месту гаражу напарником на машине и еще километров 30 до места назначения. Каждый вечер, возвращаясь с работы, мы по дороге к гаражу проезжали один продуктовый павильон. Название его мне не запомнилось, ни в каком смысле он не прославился, а прославился другой, почти такой же, который находился как раз через дорогу от гаража. Назывался он Весна. Располагался он как раз на остановке общественного транспорта. Здесь мы, извините за подробности, но в них-то сама суть рассказа. Покупали семьям продукты, иногда выпивали по кружке пиво, не более того, завтра же за руль. Так как здесь же была и разливная, и прощались. Разного народа в павильоне было много, шум, гам, иногда драки, но было холодно и выбирать было нищего. В таком-то трудовом режиме прошла вся зима и настал март месяц. И вот, возвращаясь очередной раз с работой, проезжая продуктовый павильон, тот, который не прославился, у меня пришла отличная идея, или кто-то нашептал. День был веселый, я остановился и спросил напарники, а чтобы нам здесь все не купить, можно по бутылочке пивка в гараже тяпнуть, тепло же. Зачем опять в рыгаловку идти толкаться? Напарник идею поддержал, и мы ее осуществили. Позже, поставив машину, в благом настроении подошли к остановке. Вдруг из павильона весна, находящегося здесь, хватаясь за деревья и ограду, шатаясь как пьяный, выходит человек. Кровь у него изо рта не течет, а хлещет, как из поливочного шланга. Очень прошу извинить меня за такое сравнение, так как расстояние было не более метра, я смог рассмотреть у него рану под глазом. Напарник мой, хотя на вид мужика крепкий, струсил, и тут же прыгнул в ближайшую маршрутку. Я же достал телефон и стал набирать номер скорой, но не успел. Раненый упал, дернулся и затих. Скорая уже была не нужна. Я в павильон, там красное озеро, и еще в нем двое. И душераздирающий крик продавщиц. Начал набирать номер милиции, но опять не успел. Их машина появилась из-за поворота. Я на дорогу, они по тормозам и на меня. Ты чего? Надо отдать должное, после моего объяснения и крика продавщиц, он туда побежал. В этот раз они сработали четко. Рванули мгновенно через газоны и тротуары в указанном им направлении. Что произошло? Я потом выяснил, так как в милицейском УАЗике ехал мой одноклассник. Вот и встреча, да? А дело было так. Один, очень много и долго ранее сидевший гражданин, переделав газовый пистолет в нарезной, еще и наркоман, решил заработать себе на дозу с помощью своего устройства. Даже толпа народа его не остановила. Продавщицы павильона в виде состояния грабителя денег ему не дали. Он обиделся. А тут еще и подвыпившие мужики, глядя на его несуразный пистолет, посоветовали ему засунуть его в одно место. И так мне потом одноклассник мент рассказывал. Результат? Три выстрела, три трупа. Я же с этим гражданином разминулся буквально в двух минутах. Долго думал потом, а как бы я поступил, будь я в павильоне? Скорее всего, полез бы как дурак на рожон, и там бы я остался. Так вот, случаи в жизни у нас могут быть разные. Защищать, помогать людям, а не проходить мимо и не прятаться, наш долг как человека. Но все надо делать с умом и не лезть на рожон. Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка.